Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем серию отраслевых совещаний и сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе, обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКО в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок. И прошу сегодня отдельно рассказать о том, какие принимаются действия для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистики. Далее. Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли. Повторю. Отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валюты юрисдикции – это стратегическая задача с точки зрения финансовой и экономической безопасности нашей страны. Важное для сохранения и наращивания объемов внешней торговли налаживание устойчивых связей с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией, понимают последствия своих решений. Что в этой связи хочу отметить. Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка. Они зарекомендовали себя не одним десятилетиям работы строгим выполнением своих обязательств. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками, неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики. И что здесь удивляет, так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают. Свободных объёмов на мировом рынке просто нет. А поставки из других стран, прежде всего из Соединённых Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже. Именно в разы. Отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики. Несмотря на эти очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками, взвинчиваются, прежде всего для своих граждан. Более того, они готовы к забыть о своей так называемой «зелёной повестке» и снова сделать ставку на энергетику с так называемым «высоким углеродным следом», который ещё совсем недавно хотели полностью прикрыть. Называли её архаичной и грязной. Многие политические силы выстраивали свои избирательные кампании на экологических лозунгах. Где это всё теперь? Всё выброшено просто на помойку. Действуют на практике совсем иначе. Изначально серьёзные специалисты и аналитики предупреждали, причём публично говорили, что ускоренный «зелёный переход» на практике невозможно будет осуществить без больших издержек. Так всё и оказалось на деле. А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчёты и свалить всё, в данном случае, на Россию. Причём просчёты и некомпетентных не только в энергетике, но и по многим другим направлениям. Конечно, нам нужно принимать во внимание эти метания и постоянно скачущую линию поведения некоторых зарубежных сторон. Но руководствоваться и сейчас, и на годы вперёд мы должны своими собственными интересами. В этой связи перед нашей нефтегазовой отраслью стоят три ключевые стратегические задачи. Первое. Необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами нашего внутреннего рынка. Более того, в условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей. И чтобы простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно. Второе. Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении всё-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет. Шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству. Третье. Это развитие глубокой переработки нефти и газа. Мы уже серьёзно продвинулись в этом направлении, в этой сфере. Реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производстве. Причём сделать это максимально быстро. И, конечно, особого внимания требует вопрос импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Это важно как для действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе и в Арктике, о чём мы с некоторыми коллегами говорили накануне. Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения. Какие проблемы и проблемные участки здесь ещё пока остаются. Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и в результате скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будет двигаться развитие нашего ТЭКа. Пожалуйста, слово Александру Валентиновичу Новоку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова